Карл Чапек История о взломщике и поджигателе «Что верно, то верно», — отозвался Илек, — «красть надо умеючи». То же самое говаривал Балабан, тот самый, что сработал кассу у фирмы Шолли и компания. Этот Балабан был просвещенный и вдумчивый взломщик, да и годами уже не молод, а это значит, что он, сами понимаете, был опытнее других. Молодые все больше действуют в азарте. Смаху, знаете ли, кое-что может удаться, а вот как начнешь размышлять да рассуждать, кураж-то и проходит, берешься за дело лишь по зрелом размышлении. То же самое и в политике, и во всем прочем. «Так вот», — говаривал Балабан, — «в каждом деле есть свои правила. Что же касается взлома денежных касс, то правила это такие. Во-первых, всегда лучше работать в одиночку, потому что медвежатник ни на кого не должен полагаться. Во-вторых, не следует долго работать в одном месте, чтобы не узнали твоей повадки. И в-третьих, надо идти в ногу с эпохой и осваивать все новое по своей специальности. Но наряду с этим нельзя особенно выделяться. Лучше держаться на среднем уровне. Чем больше нашего брата работает одинаково, тем труднее полиции ловить нас». Поэтому Балабан придерживался Фомки. Хотя у него была электродрель, и он умел работать с термитом. «К чему связываться с такими модными новинками, как бронированные сейфы?» — рассуждал он. «Все это от чрезмерного тщеславия и честолюбия. Гораздо лучшие старые солидные фирмы со старомодными стальными кассами, в которых хранятся деньги, а не какие-то там чеки». Да, он всегда все хорошо обдумывал и взвешивал этот Балабан. Помимо взломов он торговал старинной бронзой, посредничал в сделках с недвижимостью, барышничал лошадьми, и вообще был оборотистый человек. И вот он решил в последний раз сработать кассу. Это будет, мол, такая чистая работа, что молодежь рот разинит. Главное не в том, чтобы добыть побольше денег. Главное, чтобы не засыпаться. И вот Балабан выбрал свою последнюю кассу. У фирмы Шолли и компания. Знаете, фабрика в бубнах. И в самом деле сработал на редкость чисто. Мне об этом рассказывал полицейский сыщик Пиштора. Балабан влез в контору через окно, выходившее во двор. Вот как и вы, господин Витасик. Но только ему пришлось перепилить решетку. Поглядеть было приятно, рассказывал этот Пиштора. Как ловко Балабан выгнул решетку, даже не намусорил. До того аккуратно работал этот мастак. Кассу он вскрыл с первого же захода. Ни одной лишней дырки или царапины. Даже краску зря не содрал. Сразу было видно, с какой любовью человек это делал, — говорил Пиштора. Эту кассу потом взяли в музей криминалистики, как образец мастерской работы. Вскрыв кассу, Балабан вынул деньги. Тысяч около шестидесяти. Съел кусок хлеба со шпигом, что принес с собой, и снова вылез в окно. Для полководца и для взломщика отступление главное. Таково было его правило. Он спрятал деньги у двоюродной сестры, инструмент отнес к некоему Лизнеру, пришел домой, вычистил одежду и обувь, умылся и лег спать, как всякий честный труженик. Еще не было восьми утра, когда постучали в дверь. — Господин Балабан, откройте! Кто бы это мог быть, удивился Балабан и с чистой совестью пошел отварить. Вваливаются двое полицейских. И с ними этот самый сыщик Пештора. Не знаю, встречались ли вы когда-нибудь с ним, эдакий маленький человечек, зубы, как у белки, и вечно усмехается. Когда-то он служил в похоронном бюро, но его уволили, потому что все окружающие не могли удержаться от улыбки, видя, как он топает перед катафалком и забавно скалится. Я заметил, что многие стеснительные люди улыбаются от смущения. Они просто не знают, что делать с физиономией, как иные, куда деть руки. Вот почему эти люди так усердно ухмыляются, когда говорят с какой-нибудь высокопоставленной, особой. Например, с монархом или президентом. Не столько от удовольствия, сколько от смущения. Но вернемся к Балабану. Увидя полицейских и Пештору, он разразился справедливым негодованием. — Вы что ко мне сюда лезете? Я аж вами не хочу иметь никакого дела! Балабан сам удивился, как он шепелявит. — Да что вы, господин Балабан! — усмехнулся Пештора. — Мы пришли только взглянуть на ваши зубы. И он подошел к расписной кружке, в которую Балабан клал на ночь свою вставную челюсть. Он, видите ли, однажды неудачно прыгнул из окна и потерял все зубы. — А ведь верно, господин Балабан! — выразительно продолжал Пештора. — Плохо держатся эти зубные протезы, а? Когда вы сверлили кассу, зубы у вас сходили ходуном. Вот вы и вынули их, и положили на стол. А там пыль. Сами должны быть знать, какая пылища в этих конторах. — Ну, мы нашли след от этих зубов и отправились прямо к вам. — Уж вы не сердитесь, господин Балабан! Вам надо было бы ту пыль вытереть! — Вот не повезло! — огорчился Балабан. — Да, Пештора, недаром говорится, что от одной ошибки не убережется самый ловкий пройдоха. — А вы сделали две! — осклабился Пештора. — Едва мы осмотрели контору, как сразу решили, что это ваша работа. И знаете почему? Каждый порядочный взломчик обычно... Извиняюсь, облегчается на месте преступления. Такая уж есть примета, что тогда тебя не поймают. А вы, рационалист и скептик, суеверий не признаете. Думаете, что во всяком деле достаточно только рассудка. Вот вам и результат. — Да, господин Балабан, красть надо умеючи. — Бывают такие сметливые люди, надо отдать им должное, — задумчиво сказал Малый. — Я читал об одном интересном случае. Возможно, некоторые из вас о нем не знают. Так вот, послушайте. Дело было где-то в Штирии. Жил там шворник по имени Антон. А по фамилии не то Губер, не то Фокт или Мейер. В общем, этакая заурядная немецкая фамилия. Так вот, в день своих именин сидел этот шорник за праздничным столом в семейном кругу. Кстати, в этой Штирии плохо едят даже по праздникам, не то что у нас. Я, например, слышал, что у них едят даже каштаны. Так вот, этот шорник сидит себе после обеда со своим семейством, и вдруг кто-то стучит в окно. — Сосед, у вас крыша горит! Шорник выбегает на улицу, и, верно, крыша у него вся в огне. Ну, конечно, дети ревут, и жена с плачем выносит стенные часы. Много я видел пожаров, и всегда замечал, что люди теряют голову и торопятся спасти что-нибудь ненужное. Вроде часов, мельницы для кофе или клетки с канарейкой. А потом только спохватываются, что в горячем доме остались бабушка, одежда и всякие ценности. Сбежали соседи. Принялись тушить пожар, но больше мешали друг другу. Потом приехали пожарные. Сами знаете, пожарному надо переодеться, прежде чем ехать на пожар. Тем временем занялось соседнее строение, и к вечеру пятнадцать домов сгорели дотла. Настоящий пожар можно, знаете ли, увидеть только в деревне или в небольшом городке. Крупный город — совсем другое дело. Там вы смотрите не на самый пожар, а на трюки пожарных. А лучше всего самому помогать тушить или хотя бы советовать тем, кто тушит. Гасить пожар — увлекательная работа. Огонь так и шипеет, так и фыркает. А вот носить воду из реки никому не нравится. Странная у человека натура. Если он видит какое-нибудь бедствие, ему хочется, чтобы оно было грандиозным. Большой пожар или большое наводнение как-то встряхивают человека. Ему кажется, что он получил от жизни что-то новое. А может быть, в нем просто говорит языческое благоговение перед стихией. Не знаю. На следующий день там было как, ну, словом, как на пожарище. Ну, чушь не скажешь. Огонь — красивая штука, но вид пожарища ужасен. Все равно как с любовью. Смотришь беспомощно и думаешь, что от такой беды век не оправишься. Был там молодой полицейский, он расследовал причины пожара. — Господин Вахмистер, — сказал ему шорник Антон, — головой уручаюсь, что это поджог. Почему бы пожару случиться именно в день моих именин, когда я сидел за столом? В толк, однако, не возьму. Кому это вздумалось мстить мне? Зла я никому не делаю, а политикой уж и подавно не занимаюсь. Просто не знаю, кто мог иметь на меня зуб. Был полдень. Солнце светило вовсю. Вахмистер ходил по пожарищу, думая, — черт теперь разберет, от чего загорелось. — Слушайте, Антон, — спросил он вдруг, — а что это такое блестит у вас наверху, вон на той балке? — Там было слуховое окно, — отвечал шорник. — Наверное, какой-нибудь гвоздик. — Нет, это не гвоздик, — возразил полицейский. — Больше похоже на зеркальце. — А откуда там быть зеркальцу? — удивился шорник. — На чердаке у меня только солома. — Нет, это зеркальце, — отвечает Вахмистер. — Я вам его покажу. — Приставил он пожарную лестницу к обгоревшей балке, влез наверх и говорит. — Так вот оно что, Антон, — это не гвоздик и не зеркальце, а круглое стеклышко. Оно прикреплено к балке. Для чего оно там у вас? — А, бог его знает, — ответил шорник. — Верно, дети играли. — Полицейский рассматривал стеклышко, да вдруг как вскрикнет. — Ах, черт! Оно сжется! Это что же такое? И потер себе кончик носа. — Тьфу, пропасть! — воскликнул он снова. — Теперь оно мне руку обожгло. — Ну-ка, Антон, живо подайте мне сюда клочок бумаги. — Шорник протянул ему листок из блокнота. Вахмистер поддержал бумажку под стеклом. — Так вот, Антон, — сказал он через минуту. — По-моему, дело ясное. Он слез с лестницы и сунул листок под нос в шорнику. В листке была прожжена круглая дырочка, и края ее еще тлели. — К вашему сведению, Антон, — продолжал Вахмистер, — это стеклышко не что иное, как двояковыпуклая линза или лупа. А теперь я хотел бы знать, кто укрепил эту лупу здесь на балке, как раз у охапки соломы. И говорю вам, Антон, тот, кто это сделал, уйдет отсюда в наручниках. — Господи Иисусе! — воскликнул Шорник. — У нас и лупы-то в доме не было. — Э-э, погодите-ка, — спохватился он, — у меня был в учении мальчишка, Зепп по имени. Он вечно возился с такими штуками. Я его прогнал, потому что от него не было толку. В голове ветер да какие-то дурацкие опыты. Неужели пожар устроил этот чертов мальчишка? — Нет, этого не может быть, господин Вахмистер, ведь я прогнал его в начале февраля. Бог весть, где он теперь. Сюда с тех пор он ни разу не показал носу. — Уж я-то дознаюсь, чья это лупа, — сказал Вахмистер. — Дайте-ка телеграмму в город. Пусть пошлют сюда еще двух полицейских. А лупу, чтобы никто пальцем не трогал. Первым делом надо найти мальчишку. — Ну, того, конечно, нашли. Он был в учении у какого-то кожевника в другом городе. Едва полицейский вошел в мастерскую, мальчишка затрясся, как лист. — Зепп! — крикнул на него Вахмистер. — Где ты был тринадцатого июня? — Здесь был, здесь! — бормочет мальчишка. — Я здесь пятнадцатого февраля и никуда не отлучался. У меня свидетели есть. — Он не врет, — сказал хозяин. — Я могу подтвердить, потому что он живет у меня и нянчит маленького. — Вот так история, — удивился Вахмистер. — Значит, это не он. — А в чем дело? — заинтересовался кожевник. — Да вот, — объясняет Вахмистер, — есть подозрение, что тринадцатого июня, где-то там у черта на куличках, он поджег дом Шорника, и половина деревни сгорела. — Тринадцатого июня? — удивленно говорит хозяин. — Слушайте-ка, это странно. Как раз тринадцатого числа Зепп вдруг спрашивает меня. — Какое сегодня число? Тринадцатое, День Святого Антония. Сегодня кое-что должно случиться. Мальчишка вдруг вскочил и хотел дать тягу, но Вахмистер ухватил его за шиворот. По дороге в Кутуску Зепп во всем сознался. Он был зол на Шорника за то, что тот не позволял ему делать опыты, и лупил, как Сидорову, козу. Решив отомстить хозяину, мальчик рассчитал, где будет стоять солнце в полдень тринадцатого июня, в день именин Шорника, и укрепил на чердаке лупу под таким углом, чтобы загорелась солома, а он, Зепп, к тому времени смоется подальше. Все это он подстроил еще в феврале и ушел от Шорника. И знаете что? Осмотреть эту лупу приезжал ученый-астроном из Вены и долго качал головой, глядя, как точно она соответствует положению солнца в зените именно на тринадцатое июня. — Это, — говорит, — изумительная сообразительность, если учесть, что у пятнадцатилетнего мальчишки не было никаких геодетических инструментов. — Что было дальше с Зеппом, не знаю, но уверен, что из этого Зерняка вышел бы выдающийся астроном или физик. Вторым Ньютоном мог бы стать этот чертов мальчишка. В мире ни за что, ни про что пропадает много изобретательности и замечательных дарований. У людей, знаете ли, хватает терпения искать алмазы в песке и жемчуг в море, а вот отыскать дарования и таланты, чтобы они не пропадали впустую, это никому не придет в голову. А жаль. История дирижера Калины — Кровопотек или ушиб иногда болезней не перелома, — сказал Добиш. — Особенно, если удар пришелся по кости. — Уж я-то знаю, я старый футболист. У меня и ребро было сломано, и ключица, и палец на ноге. Нынче не играют с такой страстью, как в мое время. В прошлом году вышел я раз на поле, и решили мы, старики, показать молодежи, как раньше играли. Встал я за Бека, как пятнадцать-двадцать лет назад. И вот как раз когда я с лета брал мяч, мой же собственный галкипер двинул меня ногой в крестец, или иначе Кауда Эгина. В пылу игры я только выругался и забыл об этом. Только ночью началась боль. К утру я не мог пошевелиться. Такая боль, что рукой двинешь — больно, чихнешь — больно. Замечательно, как в человеческом теле все связано одно с другим. Лежу я на спине, словно дохлый жук. Даже навык перевернуться, даже пальцем ноги пошевелить не могу. Только охаю да кряхчу. Так больно. Пролежал я целый день и целую ночь. Не сомкнул глаз ни на минуту. Удивительно, как бесконечно тянется время, когда не можешь сделать ни одного движения. Представляю себе, как мучительно лежать засыпанным под землей. Чтобы убить время, я складывал и умножал про себя, молился, вспоминал какие-то стихи. А ночь все не проходила. Был, наверное, второй час ночи, как вдруг я услышал, что кто-то со всех ног мчится по улице, а за ним вдогонку человек шесть, и раздаются крики. «Я тебе задам! Я тебе покажу! Видишь, сволочь ты такая! Паршивец!» и тому подобное. Как раз под моими окнами они его догнали. И началась потасовка. Слышно, как бьют ногами, лупят по физиономии, кряхтят, хрипят. В комнату доносятся глухие удары, словно бьют палкой по голове. И никаких криков. Черт возьми, это никуда не годится. Шестеро колотят одного, словно это мешок с сеном. Хотел я встать и крикнуть им, что это свинство. Но тут же взревел от боли. Проклятие! Не могу пошевелиться! Ужасная вещь, бессилие! Я скрижетал зубами и мычал от злости. Вдруг что-то со мной произошло. Я вскочил с кровати, схватил палку и помчался вниз по лестнице. Выбежал на улицу. Ничего не вижу. Наткнулся на какого-то парня и давай его дубасить палкой. Остальные бежать. Я этого балбеса лупцую. Ах, как лупцую! Никого в жизни еще так не лупцевал. Только потом я заметил, что у меня от боли текут слезы. По лестнице я подымался не меньше часа. Пока добрался до постели. Но зато утром мог не только двигаться, но и ходить. Просто чудо. Хотел бы я знать, задумчиво добавил добеж, кого я дубасил. Кого-нибудь из той шестерки или того, за кем они гнались. Во всяком случае, один на один — это честная драка. — Да, беспомощность — страшная вещь, — согласился дирижер и композитор Каллина, качая головой. — Я однажды это испытал. Дело было в Ливерпуле. Меня туда пригласили дирижировать оркестром. Английского языка я совершенно не знаю, но мы, музыканты, всегда понимаем друг друга, особенно, когда на помощь приходит дирижерская палочка. Постучишь по пульту, крикнешь что-нибудь, повращаешь глазами, взмахнешь рукой. Значит, начать все сначала. Таким способом удается выразить даже самые тонкие нюансы. Например, покажу руками вот так. И всякий понимает, что это мистический взлет души, избавление ее от всех тягот и житейской скорби. Так вот, приехал я в Ливерпуль. Меня уже ждали на вокзале и отвезли в гостиницу отдохнуть. Я принял ванну, пошел осмотреть город и заблудился. Когда мне случается попасть в новый город, я прежде всего иду к реке. У реки человеку услышна, так сказать, оркестровка города. С одной стороны уличный шум, барабаны или тавры, трубы, горные, медь, а с другой — река, то есть струнная группа, пианиссимо скрипок и арф. И вы слышите всю симфонию города. Но в Ливерпуле река, не знаю, как она называется, бурая, неприглядная, и на ней шум, грохот, треск, звонки, гудки, всюду пароходы, буксиры, пакетботы, склады, верхи, краны. Я очень люблю всякие корабли, и толстопузые смолистые баржи, и красные грузовые суда, и белоснежные океанские лайнеры. — Океан, наверное, где-нибудь тут за углом, — сказал я себе, и, решив, что надо на него посмотреть, зашагал вниз по реке. Иду час, иду два, вижу только сарай, склады и доки. Изредка корабли, то высокие, как собор, то с тремя толстыми, скошенными домовыми трубами. Всюду пахнет рыбой, конским потом, джутом, ромом, пшеницей, углем и железом. Вы заметили, что, когда много железа, оно издает ясно ощутимый своеобразный запах. Я обрел, словно во сне. Но вот стемнело, настала ночь, и я оказался один на каком-то песчаном берегу. Напротив светил маяк, вдали двигались огоньки, должно быть, там и был океан. Я сел на груду досок, охваченный сладким чувством одиночества и затерянности. Долго я слушал шелест прибоя и вздохи океана и чуть не заскулил от грусти. Потом подошла какая-то парочка, мужчина и женщина, и, не заметив меня, уселись ко мне спиной и тихо заговорили. Понимая я по-английски, я бы, конечно, кашлянул, чтобы они знали, что их слышат. Но так как я на их языке знал только слова «отель» и «шиллинг», то остался сидеть молча. Сперва они говорили очень «стаккато» отрывистое итальянское. Потом мужчина начал тихо и медленно что-то объяснять, словно нехотя и с трудом. И вдруг сорвался и сразу все выложил. Женщина вскрикнула от ужаса и возмущенно заторотурила. Но он сжал ей руку так, что она застонала и стал сквозь зубы ее уговаривать. Это не был любовный разговор. Для музыканта в этом не могло быть сомнения. Любовные темы имеют совсем другой каданс и не звучат столь сдавленно. Любовный разговор — это виолончель. А здесь был почти контрабас, игравший Преста Рубато. Быстро. В свободном темпе. Итальянский. В одном тоне, словно мужчина, все время повторял одну и ту же фразу. Мне стало не по себе. Этот человек говорил что-то дурное. Женщина начала тихо плакать и несколько раз протестующе вскрикнула, словно сопротивляясь ему. Голос у нее был похож на кларнет, чуть-чуть глуховатый, видимо, она была не очень молода. Потом мужской голос заговорил резче, словно приказывая, а или угрожая. Женщина начала с отчаянием умолять, заикаясь от страха, как человек, которому наложили ледяной компресс. Слышно было, как у нее стучали зубы. Мужчина ворчал низким голосом, почти любовным, в басовом ключе. Женский плач перешел в отрывистое и покорное всклипывание. Я понял, что сопротивление сломлено. Потом влюбленный бас зазвучал снова, теперь выше и отрывистей. Обдуманно. Категорически он произносил фразу за фразой. Женщина лишь беспомощно всхлипывала и стонала. Но это же было не сопротивление, а безумный страх. Не перед собеседником, а перед чем-то ужасным, что предстоит в будущем. Мужчина снова понизил голос и начал что-то успокоительно гудеть. Но в его то не чувствовались угрожающие интонации. Рыдания женщины перешли в покорные вздохи. Ледяным шепотом мужчина задал несколько вопросов. Ответом на них, видимо, был кивок головы, так как он больше ни на чем не настаивал. Они встали и разошлись в разные стороны. Я не верю в предчувствия, но верю в музыку. Слушая этот ночной разговор, я был совершенно убежден, что контрабас склонял кларнет к чему-то преступному. Я знал, кларнет вернется домой и безвольно сделает все, что велел контрабас. Я все это слышал, а слышать это больше, чем понимать слова. Я знал, что готовится преступление, и даже знал, какое. Это было понятно из того, что слышалось в обоих голосах. Тревога была в их тембре, в кадансе, в ритме, в паузах, в цезурах. Музыка — точная вещь, точнее речи. Кларнет был слишком простодушен, чтобы совершить что-нибудь самому. Он будет лишь помогать. Даст ключ, или откроет дверь. Тот грубый, низкий бас совершит задуманное, а кларнет будет в это время задыхаться от ужаса. Не сомневаясь, что готовится злодеяние, я поспешил в город. Надо что-то предпринять, надо помешать этому. Ужасная вещь сознавать, что ты запаздываешь, когда творится такое. Наконец я увидел на углу полисмена. Запыхавшись, подбегаю к нему. — Мистер, кричу я, в городе замышляется убийство. Полисман пожал плечами и произнес что-то непонятное. — О, Господи! вспомнил я, ведь он меня не понимает. — Убийство, кричу я ему, словно глухому. — Понимаете, хотят убить какую-то одинокую леди, ее служанка или экономка, сообщница убийцы. — Черт побери, сделайте же что-нибудь! Полисман только покачал головой и сказал по-английски что-то вроде «Да-да, мистер!» — твердил я возмущенно, содрогаясь от бешенства и страха. — Эта несчастная женщина откроет дверь своему любовнику. Головой за это ручаюсь. Надо действовать, надо найти ее! Тут я сообразил, что даже не знаю, как она выглядит, а если бы я знал, то не сумел бы объяснить. — О, господи! — воскликнул я, но ведь это немыслимо, ничего не сделать! Полисман внимательно глядел на меня и, казалось, хотел успокоить. Я схватился за голову. — Глупец! — воскликнул я в отчаянии, но так я сам ее найду. Конечно, это было нелепо, но, зная, что дело идет о человеческой жизни, я не мог сидеть, сложа руки. Всю ночь я бегал по Ливерпулю в поисках дома, в который лезет грабитель. Удивительный это был город, такой мертвый и страшный ночью. К утру я сидел на обочине тротуара и стонал от усталости. Полисмен нашел меня там и отвел в гостиницу. Не помню, как я дирижировал в то утром на репетиции, но, наконец, отшвырнул палочку и выбежал на улицу. Мальчишки продавали вечерние газеты. Я купил одну и увидел крупный заголовок «Murder». А под ним фотографию седовласой леди. По-моему, murder значит по-английски «убийство». Редактор субтитров Корректор А.Егорова Настыр Корректор А.Егорова Продолжение следует...